Вопрос, который я часто слышу от самих закопщиков и в том числе от руководителей компаний. Зачем в управлении категорией, в категорийную группу вовлекать так много людей из других департаментов, из других функций? Например, я как правило всегда рекомендую включать, если это производственные компании, производственные категории, включать технологов, включать представителей отдела производства. Да, тех или иных направлений и даже некоторых людей, которые непосредственно стоят там у технологических линий или у станков. Также я всегда рекомендую включать в категорийную группу финансовых людей и юристов, которые могут быть полезны, особенно если есть какие-то ограничительные условия на рынке, на котором мы покупаем или там, где мы продаем. Поэтому это крайне важно, чтобы у нас были такие люди, которые скажут, что можно делать, а что нельзя делать, чтобы избежать определенных рисков. Смысл создания категорийной группы в том, чтобы консолидированно объединенным таким вот знаниями, объединенным умом и разумом можно было достичь тех результатов, которые один человек не видит на поверхности. Да, и как правило категорийный менеджер, он не может знать всех деталей, он не может знать всей специфики, но он может очень хорошо и эффективно управлять этим процессом для того, чтобы достичь максимума для данной категории. И естественно привлекая тех поставщиков и в общем-то занимаясь теми рынками, которые нам необходимы, а не имея в наличии одного-два поставщика, с которыми вы уже работаете десяток лет и которые, к сожалению, не могут вам предложить самых лучших условий, которые есть на рынке. Не только финансовых, но и технологических, технических, инновационных, креативных, юридических и так далее. В общем-то объединяйтесь и вместе можно достичь намного больших результатов, чем один человек, выполняя определенные транзакции, как я говорила в начале.